Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Сегодня немножко опять поговорим про политику. Тема и тренд последних двух недель основная – это сирийский вопрос. Для начала, кстати, хочу сделать небольшую ремарку по поводу своего крайнего политического видео, по поводу прогнозов. Те, кто следят за новостями, наверняка уже почитали, что в Питере была попытка теракта, попытка взрыва. Но детали я не буду пересказывать, все умеют пользоваться интернета и могут погуглить, найти соответствующие материалы и почитать внимательно, что там сейчас происходит в Питере. Так вот, тренд последних двух недель – Сирия и участие в войне России, вступление России в военный конфликт. Я высказал свою сугубо персональную точку зрения, вы с ним можете согласиться, можете не согласиться, я просто хочу ее озвучить. С моей точки зрения, Россия влезла в очередную политическую авантюру, причем уже такого мирового масштаба. И эту авантюру можно приравнять к предыдущей громкой победе Советского Союза в Афганистане. Фактически Россия себе нашла второй Афган. Потому что по всем понятиям это будет то же самое и ровно с таким же результатом. В российских СМИ объяснение, зачем Россия туда полезла, достаточно освещается однобоко. Позиция такова, что российские ВВС типа бомбят ИГИЛ. Но эта позиция только присутствует в российских СМИ. Если вы почитаете на языке оригинала мировые СМИ, которые выходят в Европе, в Англии, в Америке, в Азии, где угодно, вот, только за пределами России, то ситуация обстоит несколько по-другому. Обстоит ситуация так, что на самом деле Россия не бомбит ИГИЛ, Россия бомбит оппозицию против президента ОСАДА. Объяснение, зачем все это делать. Я терпеливо ждал неделю, чтобы разобраться. Объяснение оказалось крайне простое. Российской Федерации потребовалось создать другой вектор нестабильности, другой полюс нестабильности в этом регионе, всего лишь с одной целью. Хоть каким-то образом увеличить цену на нефть, что, собственно говоря, немножко удалось, потому что цена на нефть поднялась с 40 долларов до 53, по-моему, даже 55 был рекорд установлен вчера. Вот, то есть, выясняется, что люди опять гибнут за бабло. Вот. Я могу сказать с точки зрения, вот, ну, отношения обывателя к стоимости нефти на бензин, там, на все прочее. Вот. У нас в Америке достаточно все просто. Если цена мировая на нефть падает, автоматически, практически на следующий день на всех бензоколонках цена на бензин снижается мгновенно. И, естественно, всем это здорово. То есть, ты когда платишь не 2,5 доллара, а 2 доллара 10 центов, согласитесь, экономия достаточно большая получается, особенно для тех, кто много ездит. Вот. В Российской Федерации ситуация диаметрально противоположная. Повышается цена на нефть на мировом рынке, понижается на российского потребителя, это вообще никак не сказывается. Более того, даже если цена на нефть падает, скорее всего, компании, которые монополисты на российском рынке продают бензин, наоборот, взвинчивают цены, чтобы таким образом за счет внутреннего потребителя покрыть потери. И в прибыли. Вот как это получается на территории Российской Федерации. Так что, особо повода радоваться тому, что цена повышается на нефть, я думаю, что это, ну, только дурак будет радоваться тому, что цена на бензин будет расти. То есть, фактически, все, кто сейчас орут, ура, там, давайте, там, поможем осаду и так далее. Ребята, вы вначале подумайте, почему это все для вас персонально приведет. Персонально для вас приведет к тому, что цена на бензин вырастет. Вырастет, то есть, как бы к гадалке не ходить, это как бы научный факт. Вот, теперь еще один небольшой нюансик относительно того, что Россия декларирует, что она, типа, будет вести воздушные авиаудары без каких-то наземных операций. Ситуация похожа больше на цирк. Смотрите, вот американцы, они, грубо говоря, прилетели на своих самолетах, отбомбились и улетели к себе на авианосцы и тихо-спокойно там, значит, пьют кока-колу, закусывают гамбургерами. Турки взлетели со своих аэродромов, отбомбились, вернулись к себе в Турцию. Россия поставила наземную базу. Самолет взлетели с базы, отбомбились, вернулись на базу. Дальше начинается самое интересное. Эту базу нужно охранять. Причем, для того, чтобы ее охранять, необходимо держать постоянный контингент наземных войск. Потому как местное население и повстанцы, и все, кому не лень, естественно, захотят нанести акт возмездия по вот этой самой российской базе. А это значит, что среди наземного персонала, среди наземных частей, которые занимаются охраной, так или иначе начнутся потери. Это вопрос чисто времени и чисто вопрос математики. Сколько будут потерь среди наземного персонала. И, соответственно, в случае открытых огневых столкновений на земле, тем частям, которые охраняют эту самую базу, так или иначе придется отвечать на вот эти попытки огневого контакта. И, соответственно, так или иначе, это рано или поздно приведет к полноценным боевым действиям на земле. Потому что чудес не бывает, база не может сама по себе где-то быть оторванной в воздухе, тем более, если она находится на чужой территории, не на территории Российской Федерации. И все это напоминает игру со спичками. Особенно, когда радостно и бодро рапортуют о успешных ракетных обстрелах на большой дистанции. Все это до поры до времени, потому что рано или поздно какая-то из ракет, вот просто по закону подлости, обязана будет упасть на территорию Турции. И тогда начнет самое интересное. Кстати, это же касается и российских самолетов, которые уже неоднократно нарушали пространство Турции. В отличие от стран Балтии, у турков несколько другой темперамент. И в отличие от стран Балтии, Турция входит в состав НАТО. И в этом регионе у Турции самая большая группировка сил НАТО, хорошо обученные пилоты, нет недостатков техники, в топливе, вооружении вообще. То есть всего с лихвою. И у турков терпение не бесконечное. И рано или поздно произойдет такая ситуация, что один из самолетов российских нарушителей просто будет сбит на территории Турции. И дай бог, если он еще не успеет отбомбиться, как бы случайно, на турецкую территорию. И дело уже будет пахнуть конкретным конфликтом. Так вот, к чему я все это говорю? Вот ради погони, ради погони за тем, чтобы увеличить цену на нефть, Россия экскалирует вот этот самый конфликт, который рано или поздно, рано или поздно, если вот дальше все пойдет в таком уж точно формате, если, как бы, господин президент не возьмется за голову, Путин именно, может привести к ситуации, что мир встанет на порог Третьей мировой войны. Обычно начинается так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а потом может вырасти в большие-большие проблемы. Не скажу, что прямо угроза, прямо вот конкретно, что она прямо хоть завтра начнется, но просто это крайне неприятная тенденция, куда этот мир катится, вот с этим вот конфликтом. Вот, собственно говоря, что я хотел озвучить. То есть Россия получает второй Афганистан. И я не могу понять, чему население радуется, если ради непонятного осада назад в Российскую Федерацию возвращаются гробы с военнослужащими, которые погибли непонятно где и непонятно за что. А семьи традиционно получают дулю, вот, семьи погибших. То есть можете поинтересоваться, какие выплаты идут за это. Но, тем не менее, пропаганда российская кричит, ура, да здравствует, поможем осаду. Вот, то есть непонятная мотивация, почему патриоты радуются вот такому непонятному хэппинингу. Опять же, озвучиваю только свои мысли, вот, выводы делайте сами. Вместо решения проблемы из-за этой войны у России будут очень-очень серьезные проблемы, которые откликнутся в ближайшие несколько месяцев. Вот, я, естественно, за ситуацией слежу, и если будет что-то интересное, захочу высказать свои какие-то мысли вслух, я их, естественно, озвучу. Хорошего всем дня! Субтитры подогнал «Симон»